Я знаю, что 100% людей в зале разбираются с красными флагами. Кто из вас сталкивался с такой проблемой? Где эти неидеальные люди? Враг хочет изолировать вас в вашей слабости, в вашем грехе и проблеме. Он говорит вам, пусть никто не узнает о твоем грехе, пусть никто не узнает о происходящем. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Одиннадцатый пункт. Вы стараетесь не общаться с родными и с близкими. Что я делал, когда мне было плохо? Вот что я делал, когда у меня была депрессия. Я приходил в нашу церковь и старался находиться рядом с остальными братьями и сестрами, но я не рассказывал им о том, почему мне плохо, и о том, что происходило в моем сердце. Я держал их на расстоянии. При этом я считал это нормальным. Я думал так, я должен защитить себя и защитить людей от проблемы. Я не должен рассказывать своей жене депрессии. Если она спросит меня о моих делах, если она спросит меня об этом, то я отвечу, что со мной все в порядке. Мне было больно, ведь я скучал по отцу. Я унывал, и у меня не было надежды на будущее. Я держался от людей на расстоянии. Я думал, что изоляция — это хорошая вещь, но она разрушает нас. Никто не должен знать об этом. Сатана пытается увезти вас из церкви. Он хочет вывести вас из общины. Он рушит ваши отношения с церковью. Когда вы думаете, что тебе не нужны отношения с другими, то ты нуждаешься в них. Не становитесь одиночкой. Двенадцатый пункт. Вы сравниваете себя с другими. Если ты сравниваешь себя с другими людьми в социальных сетях, то оставь социальные сети. Заходи в соцсети, если они приносят тебе радость. Если ты сравниваешь себя с другими людьми в социальных сетях, то оставь социальные сети. Тринадцатый пункт. Вы постоянно соперничаете и конкурируете с окружающими. Вы не радуетесь успехам людей. У одного соседа есть хорошее авто, второй сосед умнее вас, у третьего соседа больше денег, чем у вас. Вы постоянно соперничаете и не радуетесь достижениям тех, кто окружает вас. Четырнадцатый пункт. Вы считаете, что вы заслуживаете того, над чем вы вообще не трудились. Вы знаете, сегодня большим красным флагом является девиз жизни. Я имею право на это. Давайте вспомним о том, что благодать Божья спасла нас от ада, который мы заслужили. Вы не работали над спасением. У вас нет права на него. Господь Бог дал этот щедрый дар верующим. Это Божий подарок для нас. Когда мы позволяем этой благодати сойти на нас, мы перестаем качать права. Пятнадцатый пункт. Вы ведете себя лицемерно. Вы ведете себя благочестиво рядом с пастором Полом и Сэмом. Вы ведете себя правильно в церкви и грешите, когда наступает пятница. Не обвиняйте меня. Я хорошо себя веду по воскресеньям, когда верующие вокруг меня. Когда я оказываюсь в компании друзей, я веду себя по-другому. Когда мои подружки окружают меня в клубе, я веду себя по-другому. Потому что я хочу побалдеть в пятницу вечером. Не переживайте, я буду славить Иисуса в воскресенье. Люди живут, пытаясь угодить Богу и миру. Кто-то ухитряется угождать и первым, и вторым, и третьим. Живя в Талси, ты ведешь себя одним образом. Когда ты прилетаешь в Чикаго, ты ведешь себя по-другому. Потом ты летишь в Зимбабве и ведешь себя по-другому. Я назвал города от фонаря. Поэтому жители Талса и Чикаго, не обижайтесь на меня. Не думайте, что цель нашей жизни — это постоянно менять маски и играть кого-то. Настоящая цель жизни — это честность и искренность. Будь самим собой в церкви, будь самим собой в пятницу, в понедельник и на работе. Пожалуйста, будь честным. В конце жизни вы посмотрите в зеркало, и вы не сможете обмануть самого себя. Давайте покаемся и станем честными. Будь искренним. Шестнадцатый пункт. Мы теряем желание следовать за Богом. Наш огонь любви и восторга гаснет. Если вы перестаете радоваться и интересоваться Господом Иисусом, то это тревожный сигнал. Кто разбил ваше сердце? Почему краски жизни потускнели? Я замечаю, как некоторые члены церкви стоят в компании и молчат все время. Сейчас я сымитирую ваше выражение лица во время проповеди. Во время проявления и в часы, когда в компании друзей, вы разучились улыбаться, смеяться и плакать. Вы не испытывали радости давно. Вы не живете полной жизнью, у вас депрессия. Я не знал, что я в депрессии. Пока мне не сказали об этом. Я перестал плакать. Я перестал смеяться и перестал чувствовать. Я цепенел. Многие пребывают в депрессии. Дело в том, что у вас задели слова друзей. Кто-то обидел вас. Человек оставил вас или даже умер. Вы ранены, и вы отключили все свои эмоции. Вы перестали чувствовать. Я верю словам Иисуса. Он сказал их Лазарю. Лазарь, выйди вон. Я верю, что сейчас Иисус говорит их пророчески. Он говорит их мертвым людям, которые дышат. Выйди во имя Иисуса. Он говорит это вашим. Похороненным мечтам и всему, что умерло для вас. Выйди во имя Иисуса. Семнадцатый пункт. Вы не можете сосредоточиться. Я проповедую, а вы сидите в телефоне. Вы сидите в своих приложениях. Вам надоели ваши знакомые и все ваши житейские ситуации. А если проблема заключается не в людях, и не в ситуациях, а в вас. Проблема заключается в войне, которая происходит в вашем сердце. Ваш телефон все время жужжит в вашем кармане или бумажнике. Вам приходится постоянно отвечать на сообщения или стать ленту. Вы не способны сосредоточиться на сописеднике дольше, чем на несколько минут. Вы не способны решить эту проблему чтением Библии или молитвой. Обратитесь к душесчипателю или к своему пастору за помощью. Приди ко мне. Мы поговорим о том, что мешает быть внимательным. Вы вспомните о прошлом и скажете, «Я отвлекался на неважные вещи. Жаль, что я не вернул прошлое». Я так хочу это сделать. Стань внимательным. 18 пункт. Вы собираетесь сдаться. Вы потеряли надежду на то, что ваш брак изменится. Вы говорите, «Пол, бороться нет смысла. Я устал ходить в церковь машинально, для галочки. Пол, я устал. Я устал верить в то, что все изменится к лучшему. Я сдаюсь, я потерял надежду. Мне уже все равно, что произойдет в будущем». Когда ты кричишь «Мне все равно», то послушай внимательно, что ты говоришь. Обрати внимание на свои слова и мысли. Моя жена и я говорили об этом однажды вечером. Дьявол шепчет людям одну очень распространенную ложь. Он шепчет им. «Браток, тебе пора сдаться». Он шепчет им. Он никогда не изменится. Ты не изменишься. Ребята, это наглая ложь. Отправьте эту ложь обратно в преисподнюю. Господь, Бог, дает тебе надежду на будущее. У тебя есть надежда, пока ты жив. 19 пункт. Вы перестали молиться и читать Библию. Вы не растете духовно в Господе. Вы потеряли радость в своем спасении. Давид потерял эту радость. Сам Давид. Человек по сердцу Бога. Если вы считаете себя исключением из правил, то я скажу вам одну вещь. Тревожные лампочки загорались даже в сердце человека, которого любил Господь Бог. Давид остался в Иерусалиме. Он доверил свои полномочия Яву. Не сбрасывай свою ответственность на другого. Не делай этого. Есть вещи, которые можешь сделать только ты. Только ты справишься с ними. Будь ответственным. Давид остается в доме. Он увидел девушку. Она принимает ванну неподалеку от его дворца. Он увидел девушку. Версавию. Она принимала ванну. Она понравилась царю Давиду. Он отправил посланца узнать, что это за персона. Посланец ответил. Это Версавия. Замужем. Великий царь и ее муж принимают участие в войне, на которую ты должен был пойти. Он сражается сейчас. Он сражается там, где ты должен быть полководцем. Царь Давид не обратил внимания на предупреждение. Ваша совесть потеряла способность обличать вас в грехе. Люди спрашивают, как крупные пасторы и лидеры падают. С чего все начинается? Как праведные божьи люди падают в грех? Они падают, когда они не принимают упреки. Они не хотят исполнять божьи призвания. Они говорят, знаешь, Пол, я так заблудился. Я хотел пойти своим путем. И так Давид нарушил супружескую верность. Ему плохо. Она забеременела. Он пытается вернуть Урию, чтобы Урия переспал со своей женой, чтобы все подумали, что Версавия забеременела от Урии. Урия отказывается спать с женой. Я буду спать за воротами города. Бог обличает Давида, но Давид полностью игнорирует упреки Господа. Он сказал листовому, вот записка, отдай начальнику, которому я передал свои полномочия. Не читай записку, но передай Иову, который воюет вместо меня. Это была роковая записка. Давид написал Иову, поставь Урию, мужа Версавии, с которой я только что переспал на переднюю линию фронта. Когда враг подступит к вам, вы отпустите Атории, чтобы враг убил этого воина. Если вы думаете, что враг не будет соблазнять вас грехом, то запомните мысль, обман и грех приходят ко всем. Грех обманывает людей. Враг хочет, чтобы вы начали обижаться на того человека. Он хочет расстроить вас. Давид покаялся в грехе. Натан пришел к Давиду и сказал, «Давид, в твоей жизни много тревожных сигналов». Давид признал это. Натан обличал его наедине. Когда вы видите, что человек сбился с пути истины, не проклинайте его в Инстаграме и Фейсбуке. Нельзя упрекать человека прилюдно. Поговорите с ним наедине. Что сделал Натан? Пророк пришел к нему и сказал, «Я не хочу, чтобы твои дети и твоя жена услышали это. Это разговор между тобой, мной и Богом». Давид, ты грешник. Закрой дверь. Давай поговорим об этом. Конфронтация станет выходом в этом случае. Приватный разговор станет отличным решением вашей проблемы. Пожалуйста, говорите истину в любви. Давид сказал, «Бог, прости меня. Я согрешил. Я согрешил лишь против тебя». Давид покаялся. Он почувствовал себя так, словно гигантская стена отчуждения, разделявшая его от Божьих обличений, рухнула с огромным грохотом. Дух коснулся его и изменил его душу и сердце. Его сердце стало плотяным. Покайтесь здесь и сейчас. Ваше сердце охладело Господу Богу. Вы сидите на собрании, но вы не принимаете упрёков Духа за ваши согрешения и поступки. Стремитесь подражать Иисусу. Стремитесь быть ведомыми Святым Духом. Следуйте за Духом. Поддавайтесь Его исправлениям. Да, когда нас наказывают, нам неприятно. Павел говорит, что наказание всегда переносится тяжело, но Небесный Отец воспитывает и любит своих детей. Бог Отец воспитывает и обличает нас своей истиной, потому что Он любит нас. Он старается спасти нас от грехов. Если вы делаете что-то неправильное, то не доводите ситуацию до того, чтобы полицейские приехали за вами. Не ждите до тех пор, пока обстоятельства приведут вас к беде и катастрофе. Решите вопрос сейчас. Смирите себя. Придите к алтарю и скажите, «Я злюсь. В моем сердце много обид, но я не хочу грешить». Я хочу поделиться с вами одной мыслью. Вы не перечислили все красные флаги. Я хочу поговорить о двух персонажах из Библии. Они не обращали внимания на красные флаги. Царевич Ависсалом был очень зол на Дэвида. Он не обратил внимания на красные флаги в своей жизни. Смотрите, ваши грехи отражаются и на других людях тоже. Не пренебрегайте Божьими предупреждениями. Бог дает вам красные флаги и говорит вам, «Разберитесь со своим грехом». Бог обличает нас. Если мы не слушаемся, то приходит беда. В семье Давида произошло убийство. Он стал очевидцем очень плохих аморальных поступках своих детей. Его сын, Ависсалом, начал войну с Давидом. Он ненавидел отца и не простил своего отца. Он не смирился с тем, что его отец не наказал Амнона. Давид не наказал грешника Амнона за прелюбодеяние со своей сестрой Фомарью. Ависсалом восстал на отца. В книге «Царств» мы видим описание гражданской войны. Настал день, когда царь Давид и царевича Ависсалом начали сражение друг с другом. Ависсалом склонил Израиль в свою сторону. Страна обратилась на Давида. Он убежал от людей. Всякий раз, когда поднимается мятежник, то это становится красным флагом. Не иди за человеком, который не уважает лидера. Они распространяют сплетни и сеют клевету. Они унижают лидеров и обсуждают их жизнь. Такое тоже бывает. Ависсалом стал бунтовщиком, и его бунт увел его на кривые пути. Это был бунт против Моисея. Ависсалом ушел от Господа. Вторая книга «Царств», глава 18, стих 8. «Лес погубил народа больше, чем меч». «Лес погубил больше народа, чем меч». Лес — это прообраз греха. Лес — это символ красного флага, гнева, горечи и обиды. Лес — это аллегория, грешные похоти. Лес — это символ гордыни и прообраз всех тайных зависимостей. Когда вы идете в лес, вы ожидаете, что вы выйдете из него. Вам было весело в лесу. Например, вы считаете, что церковь мешает вам делать то, что вы хотите, но церковь хочет спасти вас. Грех всегда обходится очень дорого. Он держит человека в своих крепких объятиях. Он порабощает навеки. Не тать время напрасно. «Пастор, моя любовная интрижка — это пустяк. Я, снимая обрачалку с пальца, иду к своей пассии». В Чикаго я крутой матче, а здесь я кроткий Агнец, любовница. Это нормально. Я зрелый духовный человек. «У меня все в порядке». Я знаю, о чем я говорю. Бог не хочет, чтобы вы продолжали убивать время. Вы говорите, «Пол, я грешу». Но я жикаюсь после того, как я грешу. «Чего ты ждешь? Хватит ходить по кругу». Библия говорит, что Авесолом въехал на муле в лес. Авесолом въехал прямо в лес. Он въехал в лес. У него была самая красивая шевелюра в Израиле. Все парни делали стрижку, как у него. Девчонки пищали от восторга, когда видели его волосы. Он планировал заехать в лес. Потом он исполнил то, что планировал. Он затаил обиду и злость на отца. Он был гордым. Он не внял предупреждению. Голова Авесолома застряла в ветвях. Мул уехал мимо дуба, и волосы царевича застряли в ветвях дерева. Он повис между небом и землей. Военачальник Еав подъехал к дереву с дротиками. Он вонзил их во Весолома. Он не выбрался. Если сейчас вы застрянете в грехе, и Бог дает тебе предупреждающие знаки, выбирайся из греха, пока не поздно. Выбирайся оттуда. Прими силу и благодать от Духа Святого прямо сейчас. Он говорит, выбирайся, выбирайся. Однажды у нас дома случился пожар. Мой папа проснулся в 2 или 3 часа ночи и набрал 9-1-1. Тогда мне было 6 лет. Старший брат Джон, сестры Руф и Сара и мама были в доме. Мой отец не видел огня, однако он увидел дым. Когда он увидел дым, он закричал, выбегайте из дома. Почему отец не ждал до появления огня и не закричал потом? Когда ты видишь дым, то это значит, что Господь предупреждает тебя. Если вы делаете что-то неправильное, то не доводите ситуацию до того, чтобы полицейские приехали за вами, не ждите до тех пор, пока обстоятельства приведут вас к беде и катастрофе. Решите вопрос сейчас. Смирите себя. Придите к алтарю и скажите, я злюсь, в моем сердце много обид, но я не хочу грешить. В конце концов, обида и горечь могут привести к убийству. Вот так Каин убил Авеля. Почему журналисты показывают всякие ужасы в новостях? Эти ужасы творят и христиане, и светские люди. Не думайте, что только язычники творят всякое зло. Церковь, не игнорируй Бога, когда Он предупреждает тебя, не говори, все нормально, я справлюсь сам. Иосиф очень сильно отличается от Весолома. Итак, родные братья предали Иосифа. Они продали его в неволю. В 45 главе Бытия написано так, Иосиф предстал перед своими братьями. Они пытались убить его, они хотели причинить ему боль. Затем братья продали его в рабство. Они бросили его в яму и сказали отцу, что Иосиф умер. Господь Бог открыл нам величайшее проявление прощения в Ветхом Завете. Однажды в комнате был Иосиф с братьями. Это был личный разговор. Это не было обличение при всех. Он раскрыл глаза своим сородичам на все их поступки. Второй стих. Он заговорил с ними громко. Иосиф начал плакать. Он выразил свои чувства. Он не мог молчать. Он плакал перед всей своей семьей. В третьем стихе он сказал своим братьям. Я Иосиф. Это ошеломило братья. Что? Мы думали, что ты умер. Мы пытались убить тебя. Мы продали тебя в рабство. У тебя есть полное право отомстить нам. Убить нас сейчас. Иосиф открыл свое сердце братьям. Благословенный Иосиф примирился со своими домочадцами. Это одна из самых прекрасных глав в Библии. Когда я читаю, я плачу. Это и есть настоящее прощение. Я не говорю, что простить обидчика это легко. Я говорю о том, что нам не нужно хранить в себе обиду и горечь. Некоторые из вас обманывали или грешили. Вы кололись и выпивали. Вы не любили грех. Вы пытались заглушить боль, которую вам причинили другие люди. Человек, которого вы очень любили, умер. Ваш отец умер. Вы не утешились Богом. Вы начали пить. Ваша жена оставила вас. Вы не стали молиться Богу. Вы начали спать со многими женщинами. Вы стали заводить знакомство. Вы не искали счастья у Господа Иисуса Христа. Вы не искали Бога. Вы заполняете пустоту сердца разными вещами. Церковь. Многие из нас игнорируют красные флаги в своей жизни. Волшебная палочка не поможет вам. Решайте проблему. Вера не поможет вам, если вы не признаетесь в грехе. Вера поможет вам, когда вы признаетесь в грехе. Врачи поставили вам диагноз рак. Я смотрю на этот факт, провозглашая болезни во имя Иисуса Христа. Рак, выйди из моего тела. Сатана, уходи из моего брака. Душепопечитель сказал мне правду. Я признаю ее. Хватит жить, отрицая факты. Это не решает проблемы. Признай, что у тебя есть проблема. Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам, что у Бога есть план для вашей жизни. Бог продолжает спасать вас. Возможно, в вашей жизни есть красные флаги, которые поднимает Бог. Я понимаю, не все обстоит так, как вам хочется. Вам стыдно? Вы ошиблись. Вы скрываете правду от людей. Вы считаете, что Господь не простит вам ошибки. Вы считаете, что вы не можете решить все ваши проблемы и трудности. Вы не ладите с окружающими. Вы не знаете, как построить брак и отношения. Пожалуйста, послушайте. Бог способен исцелить вас. Господь может изменить вас. Господь изменит и обновит вас. Я видел, как они не способны делать ничего хорошего и служить Богу. Он помог им построить хорошие браки и семьи. Они грешили. Они выходили из тюрьмы, имея темные прошлые проблемы. Бог восстановил и исцелил их. Если Господь сделал это для них, то Он сделает это для вас. Молитесь со мной, Иисус, я отдаю тебе себя, я каюсь в грехах, я верю в мое сердце. искупи мою жизнь, действуй во мне ради своей славы, во имя Иисуса, аминь. Я верю в эту молитву. Бог искупит вас и восстановит и исцелит. Он явит свою славу. Если будете в Талсе, приходите на наши собрания, я буду рад познакомиться с вами. Вы почувствуете себя у нас как дома. Смотрите нас в прямом эфире. Каждую неделю мы вещаем в интернете утром воскресенье, в среду и в субботу. Смотрите нас онлайн. У нас есть онлайн сообщество. Мы любим вас и верим, что ваши лучшие дни еще впереди.